Строительство новых коксовых батарей, реконструкция честных сооружений, сокращение выбросов вредных веществ. Накануне в городе Металлургов состоялось выездное заседание Комитета по вопросам экологии и природопользования Можилиса Парламента Республики Казахстан. Повестка вопросов обширная, но главная тема – экологичность городообразующего предприятия и его влияние на здоровье Металлургов. Роберт Граф продолжит тему. В рамках выездного заседания Можилисмены Парламента Республики Казахстан посетили металлургический комбинат АО «Арселор Миталтимиртау», в частности, аглопроизводство, электрофильтры на агломашине номер 5, ТЭЦ ПВС, котельный цех, дымовую трубу, хвостохранилище номер 3 и изолошлама-накопитель, а также шлагоперерабатывающий участок. Главный инспектор тем был сфокусирован на экологической повестке. По словам технического директора производства Константина Цимбала, «Арселор Миталтимиртау» фокусирует свою работу на трех основных источниках – агломерационное производство на ТЭЦ, где за счет новых проектов прогнозируется снижение на 53% валовых выбросов к 2030 году. Наши планы достигнут снижения на 18% к 2030 году, где основная роль отводится оптимизации производства и расхода топлива для доменного процесса, переход работы ТЭЦ на комбинированное газообразное топливо, улучшение процесса горения. Наши текущие крупные проекты – это строительство новых фокусовых батарей, отвечающих европейским нормам экологии. После ввода новых батарей старые будут выведены из эксплуатации и поэтапно восстановлены. Помимо этого, на комбинате идет строительство нового цеха очистки коксового газа. Ведутся работы по модернизации систем очистки газа в цехах первого передела. На финише – ввод в эксплуатацию нового котла номер 7 на ТЭЦ-2. Наши перспективные проекты – это установка электрофильтров и последующая модернизация до гибридных на агломерационном производстве. Проект утилизации конвертерного газа – замена котлов ТЭЦ на комбинированный тип потребления топлива, установка ветровых генераторов. В соответствии с требованиями законодательства для постоянного контроля за выбросами, компания уже имеет систему онлайн-мониторинга и работает над установкой новых систем для контроля концентрации загрязняющих веществ на основных источниках. В стороне не остались и насущные вопросы, которые волнуют всех горняков и шахтеров. В частности, пенсионный возраст в особо вредных условиях труда, инфляционные риски, минимальная заработная плата и вопросы Трудового кодекса. Эти темы в своем докладе затронул Виктор Щетинин, председатель профсоюза металлургов ЖАКТАУ. «Буквально несколько дней назад премьер-министр вообще озадачил своим выступлением, сказал, что для работников, отработающих 25 лет во вредных условиях труда, но 35 лет трудового стажа, будет какое-то госпецпособие. Что такое госпецпособие? 25 лет во вредных условиях? Вы сегодня были на доме, посмотрели, как горновые работают? Ну, к сожалению, вот такая металлургия. Поэтому просьба, ну, ускорьте. Люди ждут снижения пенсионного возраста. Не надо этих ануитетов ничего выдумлять. Верните списки номер один, списки номер два». В ходе выездного заседания вопросы, поднятые мажоресменами и другими участниками встречи, обсуждены. Приоритетные темы, энергосбережение, работа ТЭЦ, экологические аспекты находятся в работе. Роберт Граф, Серик Тогаев, Данил Заславский, Пятый канал.